Противоречивая информация сейчас приходит о последствиях взрыва на шахте имени Засядька в Донбассе. Рано утром там прогремел мощный взрыв, предположительно был выброс метана. В Киеве сообщают о более чем 30 погибших. Власти ДНР эти данные не подтверждают. В то же время признают, что на большой глубине остаются заблокированными более 70 шахтеров. На месте события работает наш специальный корреспондент Даниил Левин. Даниил, вы в прямом эфире. Какие у вас данные о жертвах и пострадавших на эту минуту? К этой минуте по официальным данным в результате трагедии на шахте имени Засядька погиб один человек. Однако не исключено, что по мере поступления информации данные о жертвах будут изменяться. Не исключено, что их будет больше. Кроме того, ясно, что пострадали как минимум 13 человек. Большая часть из них доставлена в ожоговую больницу. Им оказывается помощь. У каждого из шахтеров травмы разной степени тяжести в результате пожара. Еще несколько человек отправились на карете скорой помощи в Республиканский Донецкий травматологический центр. На данном участке, даже не скажу, человек 20 может было. Какова их судьба, навряд ли там кто выжил. А там все может быть. Я отмечу, что вот у этого горняка перелом лопатки, но он от госпитализации отказался. А вот еще одного человека серьезная травма глаза, и ему на какое-то время придется остаться в больнице. Яна. Даниила, что делают спасатели, чтобы вызволить шахтеров? Ну вот к этой минуте известно, что на глубине более тысячи метров находится несколько десятков горняков. Ясно, что спасатели пока не могут пробраться к ним туда, а они не могут выбраться на поверхность. Не исключено, что их разделяет преграда из огня. Я отмечу, что в эти минуты на территорию шахты имени Засядька приходят родственники тех, кто может находиться на глубине. И вот, что они говорят о возможных последствиях трагедии. Первой смене должен быть в 6 утра. А он это кто? Внук мой. Внук ваш. Сколько ему лет? 25. Ни связи, ни с ними? Ничего нету, пока не знаю, ничего не известно. Как внука зовут? Марк. Ну и я напомню, что последняя трагедия на этой шахте имени Засядька произошла в ноябре 2007-го. Тогда в результате газа погибло более 100 человек. Яна. Спасибо. В прямом эфире был наш специальный корреспондент Даниил Левин о трагедии на Донецкой шахте.